Дерми В первом туре их было два. Тираспольская и Кишиневская. С него и начнем. Заодно будем знакомиться с новыми клубами. Матч открытия нового сезона. Действующий чемпион и дебютант турнира. Нистру Рост Импорт против термоэлектрики. Не только название интересное у новичка. Посмотрите на логотип. Что-то из современного искусства. Говорить про термоэлектрику новички слишком опрометчиво. В Кишиневском клубе собрались опытные бойцы. Тот же Олег Мола, который и за сборную вызывается. Они же первую опасную атаку в матче и провели. Геннадий Орбу пробил в штангу. Ответ Нистру напомнил, кто действующий чемпион. Голкипер Истрати вышел на чужую половину поля. Два паса и Дмитрий Мага забивает. Лучший бомбардир прошлого сезона начинает на той же бомбардирской волне. Сильный удар левой. Вратарь не успевает. Новички Амалиги отыгрались быстро. Подкараулили ошибку Нистру при выносе на острие Орбу. Теперь не штанга. Теперь точно ворота 1-1. Орбу как заведенный чуть не увеличил преимущество термоэлектрики. Оббежал вратаря сбоку, но мяч послал вдоль ворот. Истрати пытался сыграть корпусом. Что-то пошло не так. Через минуту очередная ошибка голкипера. Отдал на Виктора Камленка. Перекрыть движение не смог. Камленок катнул мимо двух защитников. Термоэлектрика вышла вперед. Кажется, новички в этом сезоне сразу за медали будут биться. В прошлом году тоже было хорошее усиление. Бельцы взяли бронзу. Но об этом позже. В стартовом матче снова Мага на острие. Делает движение к мячу. Гол. Только на форварда его не засчитывают. Это автогол. Неловкое движение Игоря Дьякону. На перерыв команды уходят при счете 2-2. Старт сезона точно удался. Голов много. Чемпионы не так просто. Новички дают бой. Тайм второй. Константин Еворский. Сначала чуть не сообразил гол вместе с Магой. А потом с Ковалем. Все мимо. В ответ несколько опасных атак термоэлектрики. Даже более опасных. Как например здесь. Молла с метра бьет в пустые ворота, но попадает в штангу. На повторе видно. Не мешал абсолютно никто. А вот в следующем моменте Молле мешали сразу двое. Зато здесь он справился куда хладнокровнее. Принял на грудь, прокинул и расстрелял вратаря. 3-2. Но матч не окончен. Самые последние мгновения. Нистру в шестером впереди. Даниэль Адам головой перебрасывает в дальний. И это все мимо. Финальный свисток. 3-2. Новички термоэлектрика обыгрывают действующего чемпиона Нистру. Это сразу закручивает интригу в таблице. Не только из-за поражения фаворита, но и из-за успеха новичков. В конце таблицы точно болтаться не будут. Следующая пара снова новичок. Но на этот раз не дебютант. Кишиневская торпеда вернулась в Амалигу спустя год перерыва. За это время в чемпионате новые лидеры. Те же бельцы с бронзовыми медалями за плечами. От прежнего торпеда в команде осталось всего несколько игроков. Костяк это сплав Геотермала и Красной Звезды. Этих команд в сезоне не будет. Зато есть торпеда. Бельцы провели межсезонку более спокойно. Потеряли магу. Приобрели Безимова. В начале встречи атаки в разные стороны. Два полумомента у бельц. Два у торпеда. Ну а дальше началось. Счет открывает Александр Аника. Вы его могли помнить по выступлениям за Тираспольский шериф. Совсем одного его бросили прямо по центру штрафной. Бельцы будут так делать еще не раз. В атаке у белосиних были моменты. Но голевыми их назвать сложно. А вот у кишиневцев почти каждый выпад заканчивался голом. На этот раз одиноким у чужих ворот себя почувствовал Ион Бурлаку. Пытался торпеда бить издали. Но понял. В обороне Бельц происходит что-то неладное. Пас на Попова. И третий гол. Александр прошлый сезон провел в Красной Звезде. Там забивал много. В торпеда, видно, тоже не затеряется. Четвертая атака под копирку. Только фланг поменяли. Аника делает дубль и уводит команды на перерыв. 4-0. Вот это камбэк торпеда. В прошлый раз, когда кишиневцы играли в соку, они заняли последнее место в таблице. С какой-то невероятной разницей мячей. В минус, естественно. Сейчас, видимо, вернулись все это отыгрывать. Во втором тайме стало понятно. Бельцы отыграться точно не смогут. Время таяло. В атаке больше времени проводили кишиневцы. Еще и обычно надежный Николаев стал ошибаться. На выходе сбросил на чужого. И стынга закатил в пустые. 5-0. Следующие голы можно особо не описывать. Начался бенефис Дениса Наконечного. Экс-капитана Красной Звезды. Удар с правой, потом с левой, а потом еще и с метра до ворот. Хет-трик Наконечного. Еще рос и моментов под занавес матча. В принципе, можно переваливать было за двузначный счет. Но торпеда чуть ослабил вожжи и даже пропустил. В конце отличился Владимир Сенегур. Голом престижа это сложно назвать. Так на новом табло отметится. 1-8. Еще одно новое имя в таблице Амалиги. Кишиневцы решили весь свой минус прошлых сезонов отбить за пару матчей. Тем интереснее. Ну и Тираспольское дерби. Учитывая большое количество новичков, противостояние Вивафарме Тирасполь старейшее в Амалиге. Оба клуба играют с первого сезона. Больше этим похвастаться некому. Команды играли между собой три раза. Тут полный паритет. У каждого по победе и одна ничья. После четвертой встречи можно было выбиться кому-то в лидеры. Еще одно интересное противостояние матча. Братья Поповича раньше играли за Вивафарм. В этом сезоне они защищают Цветаев, Катя Располь. Но первый момент создает Евгений Заузолков. При его стандарте мяч добрался до ворот Чулочи. Вратарь справился. В отличие от следующего эпизода, тут, конечно, и защитники подвели. Тот самый Попович на четвертой минуте пробил в свои. Спасти здесь уже было некому. Тут же мог Вивафарм увеличивать преимущество, грошив хорошо головой. Слева Константинов пробил прямо во вратаря. Не только новые команды в этом сезоне, еще и новые правила. Никаких ничьих, так решили организаторы. Забили одинаковое количество голов. Бейте еще булиты. Кто побеждает по булитам, получает два очка. Проигравший одно. Чуть ближе к булитам команды стали на 15-й минуте. Другой Попович Дмитрий забил. Не в свои ворота, а в чужие. Аккуратно, красивым черпачком, счет сравнял. Дальше пришлось выручать Кириллу Чулочи. Два момента подряд, плюс еще один мимо. Вот это настоящее дерби. Атака за атакой, причем независимо от формы. Что-то поопаснее, что-то по небесам, как здесь. Булат падает в штрафной. Все поднимают руки вверх, хотят пенальти. Судья молчит. Чулочи стал подключаться к атакам, но падает. Над Чуреску прошел дождь, газон скользкий. В прошлом году его уже однажды так подловили на ошибки. Сейчас простили. А вот Нудный не простил. Он сделал все, чтобы защитники подумали, что он будет бить. А он схитрил, отдал на Пащенко, который стоял совершенно один. 2-1, Тирасполь впереди. Играть еще 10 минут. Не сказать, что Вивафарм устроил осаду. Наоборот, Тирасполь мог забить еще. Тот же Пащенко, примерно с той же позиции. Но Журик в этот раз был на месте. Потом голкиперу пришлось уйти со своего места, но подключиться к атаке. Обычно он не бьет издали. В этот раз решил попробовать. Получилось круто, но не гол. Еще попытка. Чуть хуже, мимо ворот. Ну а следом финальный звездок. Тирасполь побеждает принципиального соперника. После неудачи в прошлом году оба клуба намерены реабилитироваться. Их амбиции, как минимум, плей-офф. Пока ближе Тирасполь. Счет 1-2. Турнирная таблица особо пока ничего не расскажет. Только так, кто на старте займет более выгодную позицию. По три очка набрали Торпеда, Термоэлектрика и Тирасполь. Еще два клуба в первом туре мы вообще не увидели. Команда из ЯС присоединятся к МАЛИГе в третьем туре. И, конечно, все наверстают. Знакомимся с Red Dogs и Спортингом чуть позже. А пока отмечаем. Новый сезон еще круче. Первый Приднестровский будет показывать ключевые матчи тура в прямом эфире. Каждую пятницу. Затем обзор лучших моментов. На этой неделе увидим противостояние VivaFarm и Торпеда. Будет интересно. Сезон обещает быть горячим.